Привет, тут GoodGame. Мы все еще на Road to Moscow. И смотрите, кого мы здесь встретили. Всем привет! Маша Лав, кто не знает. Маша, наша, стример GoodGame. Что ты здесь делаешь? Пришла с друзьями за компанию поболеть за StarCraft. За кого-то конкретно или вообще? Нет, вообще просто. И у меня есть значок. Знаешь, что он означает? Это раса. Забыла, какая, если честно. Но это и не важно, потому что ты StarCraft не стримишь. Ты стримишь другие игрушки. Что из последнего тебе понравилось? Из последнего то, что конкретно я проходила, это, наверное, Ghost of Tale. Игрушка абсолютно новая, вышла где-то недели две или три назад. Это про мышонка, которая ищет свою жену пропавшую. Это игра Stealth с элементами, там, какого-то RPG, что-то в этом роде. Но милая графика, милая игра. Сюжет милый. Все милая. Вчера у тебя был стрим по президенту, да? В VR? Да, Результат был 7, да. Как тебе играть в VR? И какие у тебя ощущения? Понравилось ли? Потому что некоторые уже говорят, что это переоцененная технология, и что она развиваться не будет, и что вот она выстрелила, и будет потом затихать. Что ты думаешь по этому поводу? На самом деле, мне кажется, наоборот. То есть, именно PlayStation, они делают все ради того, чтобы VR развивались. То есть, они выпускают какие-то классные игры. И причем ценовая политика не такая большая. То есть, игры рублей за 700 бывают. Ну, для PlayStation это вообще, между прочим, копейки. Вот. Resident Evil мне досталось по какой-то скидке за 1500 рублей. Вот. Но, я не знаю, мне кажется, именно вот у PlayStation не будет как-то затухать эта технология. Вот. Мне кажется, будет все больше и больше новых игр клевых. Какие у тебя любимые игры в VR? В основном, это, конечно, хорроры. Хоть я и безумно их боюсь. Я все время пугаюсь каждого шороха в играх. Вот. Но, безусловно, это Resident Evil 7. И... Ох, забыла, как называется. Paranormal Activity. Это игра именно PlayStation VR. Ты недавно переехала. У тебя новая площадка. Постоянно меняешь дислокацию. Кто-то в одной комнате, кто-то на фоне стены. Что это такое? И... У вас замок? Что там? Нет. Это обычная комната. 16 квадратных метров. Я ее просто показываю с разных сторон. Обычные стримы я ставлю хромакей. Который я потом вот так вот закручиваю и убираю вдоль стены. Вот. Если это какой-то джаз-дэнс, то на фоне просто стены. Вот. У нас нет обоев. Я бедный стример. Вот. Это просто кирпичная стена. Если кухня, то да. Это кухня. Вот. В принципе, и все. С момента шоу-турнира у тебя был какой-то всплеск по зрителям. Сейчас он стал немного угасать. С чем это связано? Как ты думаешь? Потому что раньше было у тебя побольше зрителей. Да. Это есть такое. Ну, во-первых, сейчас начинается весна. А весна и лето это у стримеров самое такое время, когда... Ну, какой-то спад бывает. Потому что все на даче, в разъездах, в отпусках и просто ходят гулять. Вот. Ну, и потом очень многим, может быть, проедается контент или еще что-то. То есть, мне сегодня вообще Балайки сказал о том, что почему ты играешь в детские игры. Мне не интересно на это смотреть. Вот. Может быть, действительно, может быть, стоит чем-то более серьезным заняться Старкрафтом, например. Почему бы нет? У тебя, кстати, помимо игрушек есть и толк стрима, есть и как ты готовишь. Вот есть какая-то статистика, что смотрит больше? Больше, безусловно, смотрит джаз-дэнс. Это... Я не знаю почему, честно. То есть, у меня даже нет шеста. Ну, вы понимаете, да? Вот. И не знаю, почему-то вот приходит больше всего на джаз-дэнс и кулинарные стримы, типа женщина на кухне. Вот это все, да. А где больше танцев? Тоже на джаз-дэнс? Ну, там у нас просто небольшой интерактив есть, то что люди могут заказать любой танец, который есть непосредственно в самой игре. Вот. И поэтому, да, бывает немножко побольше. Ну, опять же, от разных обстоятельств зависит. Вот. Ты сейчас где-то работаешь или стримерство – это твой основной заработок? Да, это основной заработок. То есть, я закончила институт два года назад и ушла полностью в стриминг. Ты пробовала работать по специальности? Я пробовала работать по специальности. То есть, моя специальность – сервис в индустрии моды и красоты. Я работала в магазине косметики, мне там нравилось. И после того, как я закончила институт, меня туда звали опять работать, но я сказала – нет. А сейчас ты довольна, как продвигается карьера? О, на самом деле, я, в принципе, довольна, что оно как-то так вот плавненько-плавненько поднимается. Знаете, это как есть выражение – быстрый старт – это плохо. Вот. Поэтому мы немножко-немножко так продвигаемся. Но есть над чем работать. Это, безусловно, скилуха в играх. Это, может быть, немножечко речь подправить. Вот. Многие говорили, ну, точнее, не многие, а некоторые говорили о том, что я не очень ухоженная. Но это уже так, это мелочи. Вот. Так что работаем. Вот так вот. Но я работаю над этим. А как ты работаешь? Ты какие-то курсы посещаешь или какие-то тренеры? Я, на самом деле, одно время хотела реально записаться в школу радиоведущих, потому что там действительно тебе могут поставить речь. Вот. И у меня до сих пор иногда эта мысль возникает – может быть, действительно, какие-то курсы стоит попосещать. Вот. Но иногда стараюсь читать вслух. Ну, я и на стриме много читаю вслух, и просто так читаю сама себе вслух. Вот. Кстати говоря, про чтение. У тебя новая рубрика, да? Ты читаешь в книжке. Что ты читаешь? Что тебе нравится? И откуда взялась эта идея? Просто как-то однажды предложили почитать. Мы начали читать Гарри Поттера с первой части. Вот. Но почему-то как-то это постепенно ушло. Вот. А сейчас мы читаем книгу, которая называется «Что самые успешные люди делают до завтрака». Ну, такая книга мотивационная, так скажем. Вот. И там есть над чем порассуждать, поговорить со зрителями. У нас все время идут какие-то дискуссии. Это меня безумно-безумно радует. Когда чатик не стоит на месте, все постоянно, когда болтают, это круто. Какие-то последние слова, приветы, благодарности. Возможно, что-то по стакрафту. Кому ты пожелаешь удачи. Может, все-таки на турнире по стакрафту. Всем участникам сегодняшним. Всем удачи. Надеюсь, победит сильнейший. Я болею, болею, болею за всех. Может быть, сейчас какие-нибудь кричалки придумаю. И всем спасибо, кто приходит на стримы, кто болеет лично за меня в каких-то моих достижениях. Вот. Окей. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok